что ж дорогие друзья а мы продолжаем продолжаем с вами наблюдать за g-лигой где встретились у нас команда рок скис и команда фнатик best of three система проведения первом матче уже роксы одержали победу остался маленький шажочек до очередных трех очков или маленькое отступление и последний матч дред ты тут да конечно я здесь виктор я смотрю уже пике первый бан от команды рок скис это ключник отличный бан отличный банк ладно хотелось бы сказать на самом деле то что очень здорово сыграли рок скис опять же интересный пик во многом за него они выиграли габлак опять же так все оформил что на линиях были катастрофически сильные роксы за счет этого получили огромное преимущество и без особых проблем без каких-то там важных тимфайтах решающих и так далее выиграли просто у фнатик в которых свою очередь не так давно выиграли у команды navi и alliance причем тоже довольно таки уверенно вот в итоге надо еще вспомнить то что это все-таки серия best of 3 поэтому фнатики могут собраться и как-то подстроиться под пик под пике габлака хотя это сделать не как-то просто до под пике габлака не может подстроиться даже его команда чего говорить о противниках ладно смотрим лишь в бане инвокер в бане от роксов кстати почему-то рекс и против именно фнатика в бане от инвокера почему ну как почему потому что уже видели один раз как хани по моему там или трикси не помню кто из них выдает на инвокере очень очень жестко хани по моему что за шутки про какую-то часть тела факера ты можешь новый новый хэштег на в твиттере это новый мейнстрим сейчас пошел с вчерашнего стрима моего вот повеселились мы немножко теперь популярность набирает получается получается не сам весь какая-то да 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 ты как себя видишь когда одна часть человека перерастает популярности всего человека начинают узнавать только по этой части на это конечно не очень прикольно согласен особенно по той по которой разрекламировали надо как-то вот уж действительно сушь я мамы чё ты не подумали кстати элтор титана берут роксы отличный выбор они с помощью него неплохо наваляли шведом бороздой им поводили по ногам поводили бороздой по ногам по ногам ногам что лайфстиллер до нате ага лайфстиллер но лайфстиллер иногда я видел огребает очень хорошо от илдор титана посмотрим будет лет в этой игре или нет будем надеяться что нет мы еще тысячное количество болельщиков будут надеяться что лайфстиллер в этой игре огребет да лайфстиллер надоел лайфстиллер не ок да по лицу ему тем не лицо такое что и бить страшно на самом деле вообще да я тоже есть такое немножко хотя знаешь как фильме вот этом старом анаконда помоги а не анаконда этот кинг-конг где он как наш змея вот этой нет анаконду еще помню не анаконда именно кинг-конг кинг-конг где он просто разрывает голову рот змее вот то же самое думаю можно провернуть снайкс ну только если конечно был бы кинг-конг теоретически да у нас даже нет подобие кинг-конга да не ну есть принципе шейкер но это жалкая обезьяна до шейкер такое жалкое подобие не сойдет на кинг-конга если бы только в бкб который увеличит в четыре раза это да это да ну что бонни флетчер отправляется в бан от фнатиков тимберсова банят раксы стоит заметить ногу сирену появившуюся в пике у фнатик и абаддона это кстати пик очень похож на пик против alliance минус enigma фнатик терн ступан четвертый бан последнюю второй серии и кого будут убирать элдер титан роли обычно оффлейнера играет роль в рок скис товарищ седой на нем будет исполнять да зло банят угол опять какая-то тут интересно видимо идея у гублака раз мы видим абаддона на второй пик ну в принципе абаддон уже хорошо очень цевит против сетки ноги сирены и соответственно open ван флайф стилера то есть все довольно таки пока что просто даешь с лордара то с лордар это найк сец только смотри да слаза банили фнатики я и говорю они уже смотрели за получается так кстати задумка там была очень крутая тычки у слордара были действительно такими прям по лицу я не буду спрашивать что это за звуки там сейчас дрэд какие еще звуки звуки ладно я не буду говорить алоэ у меня нет никаких звуков были звуки у тебя быть того не может наглая провокация а ну вот это есть то самое шипение видимо случайно нажал на кнопку пушистол посмотри сейчас должны быть да пошло пошло разгон разгон такой пошел нормальный знаешь о чем и речь как вот трубочкой там в баночку с кока-колой следует да 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 буль 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 конечно 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 мне знакомо так что у нас фурион появляется фнатиков отличный саппорт забирают себе рук скис что произошло с моим монитором все нормально визит кстати хорошо получилось то что у роксов есть и абадон и бэйн потому что если эти герои в разных командах то соответственно не очень приятные бэйном потому что ультайло становится полностью бесполезно ну бэйн сам по себе имеет можно сказать 3 дизейбла если он кидает не тибуну кого-то героя кто бьет только с руки герой автоматически выпадает там слип плюс ультимейт чисто в теории человек с тремя пальцами может законтролить героя получается так представь что может сделать обычный человек с шестью пальцами да гораздо больше ну что четвертый пик для рок скис кто же это может быть нет еще мейн керри и скорее всего нет мидера минутка бонус тайма с лордар хорош жалко конечно да вот и он ну тут просто опять же чудовищный минус арморт на иксу будут будет крайне сложно жить в замесах потому что есть бэйн и слордар абаддон в общем не стоит просто не знаю мне кажется лайфстилеру сейчас если он будет тут керри героем то это уже почти стопроцентное поражение команды фнатик но при равной где как минимум была на работе кстати это точно уже смотрели стрим заявляю со стопроцентной вероятностью тут еще не стоит звать то что элдер титан то армор тоже косит плотненько ордар его загоняется такую гущу событий кто-то договорился у нас мастер ладри что пикнут снатики им необходим мид герой 10 секунд ремейнинг следом пойдет 20 секунд бонус тайма последний пик от фнатиков кто это будет в миду мы сейчас узнаем неплохо было бы забрать шторма потому что с на иксом это связочка кое-как работает видел плавал знаю нет это бэтрайдер бэтрайдер в мид да но бэтрайдер по сути тоже не самый лучший вариант против абадона не знаю почему фнатики выбрали именно этого героя видимо тут смысл основной не в том чтобы он цеплял и это самое просто оставим на линии там возможно или там абадон увозил ну честно говоря сложно сложно что-то сложно понять даже силу везет у бадона это ультимейтести бадона тот самый герой которого убивать за 6 секунд удобно за да да это так так на последний герой от команды рук скис не хватает им мидера наверное потому что лордитан скорее все будет для седого хардлайнер смотрим да 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 я так и предполагался кто сюда зайдет мид неплохо нужен кто-то кто ты чкует обычными ударами а что если это будет тролль как ты думаешь ну не знаю на самом деле бомба патроля нужно обязательно какой-то герой с ранжовой атакой хотя по сути не так ты обязательно посмотрим и мне кажется каблак сейчас может придумать что угодно ну да мне бы хотелось увидеть тролля снардар запрыгнул минус армор стан пыш 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 алло нет это девауэр резолюшен на девауэре сейчас посмотрим к чему это приведет но по сути своей резолюшен должен намного себя лучше чувствовать чем тот же господин хани на батрайдере отправиться в мид а не на оффлейн на батрайдере опять ну будет видно посмотрим что ждем к нам фуриона сядут у сядь на фуриона ну что открываем давай представлю команду фнатик флай играет на визаже но тейл нага сирена эра лайф стилер трикси фурион хани бэтрайдер теперь слово тебе итак седой самый большой герой него это элдор титан вместе с габлаком который играет на абадоне пойдут они на хердлейн на медиа будет стоять естественно резолюшен это его коридор это его игра его жизнь вот ел обычно и ничем не примечающийся игрок будет играть на бэйне трех палом который будет стоять всему снизу вместе с бзз который в свою очередь играет на шлордаре таким образом расставили линии команды рэкскиз ну и мы сейчас посмотрим получится ли у них их реализовать хани все-таки отправляется в мид на бэтрайдере на фидоне у на хардлейне говорит да я бы на миде их раскатал ему сейчас дают такую возможность да посмотрим получится ли раскатать на своем волшебном драконе коктейль молотова камон про как называется мне что-то открой вещи бэтрайдера сильнее бляшка не ругайся пожалуйста да действительно блока начинают прессовать шоу прокачать на всякий случай а пофиг шит и будет уходить машет свои сабли неплохо ему там на дома жили на самом деле габлаку пришлось ему съесть там груз один пропулю один сожрал уже только двушечка остается йоу 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 ничем в кустах еще неприметный йоу в кустах ну что здесь седой под прикрытием габлака черного на абадоне который кричит что во всем этом деле прикрываю вас я бзызы триксе будет ли слип до если подходит есть танчик и возможно что у 3 сейчас будут проблемы огромные это возможно фирс 2 для команды рок скист отлично под байт или подкет или ты чечку должен сделать я желт йоу 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 лично грабло для забирает ну тут идет на знаменитой 700 ранжа бэйн стреляет стандарт слушай бэтрайдер на миде убивает резолюшн да ладно да очень неожиданно 1 резолюшн успевает вернуться пока клип еще не успели все погибнуть от вышки должен хапнуть сейчас третий уровень понятное дело что хани уже третий с половиной это неприятно для мидера когда он погибает а мидера на такой минуте что это кстати неплохая связка здесь будет бзз плюс йоу ну тэйл прокачан рептайт поэтому бояться сетки не стоит резолюшн 3 стака скинул скинул себя стаки хани по ходу хочет оторваться за предыдущую игру очень сильно объяснили что он не прав в любом случае фб все-таки для команды рок ски заехал хани забирает руну иллюзий на ботами цепанул да ну хани конечно дела сейчас намного лучше на миде плюс я не уверен что бутрайдер получится как-то в свою пользу склонить чашу весов в стоянии на миде потому что одну по сути бутрайдер сейчас уже наверно не намного слабее стал аудэ учитывая последний фикс то что айтемы не триггерится с аурой сэсэнс аурой резолюшена от ворлд вор баклер стал юзлис да да и если аудэ не пропирается туманы в него не будет не будет просто-напросто так ну и сверху у нас седой не слишком хорошо фармит понятное дело у эры все намного лучше но там стоит трипла снизу бзз на полном фрифарме тоже что очень даже неплохо трикси переехал уже в лес не станет не стал там стоять дольше ну и наверное это правильное решение потому что ему бы тут наваряли очень сильно но неправильное но в том то что он оставляет бзз полностью на фрифарме за очень быстро получит что уровень свой коварный ультимейт вообще бзз может даже позволить мне кажется какой-то мидас собрать раз он на таком полном фрифарме почему бы и нет думаешь стоит уповать на почему нет он очень рано его соберет у него полнейший фрифарме не нужны ни регена ничего да и в ближайшей перспективе особо никто не придет потому что флай визаж тоже 2 левел на висерин тоже 2 лева йоу прилетел на топ и здесь уже будет триплана трипло что ли стоять йоу уходит контролить руну здесь появляется дабл дэмэдж находит йоу д д и можно заслепить так забирает фаерфлайд совсем скоро кончится ты тут просто поиздевался и он немного что тебе снится крейсер битрайдер бзз продолжает выфармливать нет у него появляется сапог и ринг оф хелд идет по старой тропиночке будет вангвард совсем скоро как скоро недалеко на таком фарме скажем так ему до вангварда физии появляются уэры open ваунс в двушечку сатир тут объяснил нутелу что что-то у вас дофига получай вейв чтобы трейдер имеет что из половины уровня резолюшена еще до 6 потеть и потеть заходит сюда бэйн прячет в астрал а нету ненаслить не начать зачем же вообще подошел ел да я просто видим тусуется где-то получается хочет получить леву но такое да такое вот тому что в принципе снизу на полном на полном фрифарме с лордар сверху у суппортов команды не спортов а у седого и главака в общем все довольно таки неплохо учитывая то что они стоят на хардлане получает левел седой там немножко даже грипов и вот айл просто таскается по карте хотя в это время он может просто отпуливать крипов но это почему не делает делать стаков например варианты вообще есть чем заняться чем просто писать и между рунами база судя по всему делать все слайд вангвард сразу сказал будет довольно скоро еще я извиняюсь 2121 да да мы будем начни коменте друг другу типа так слушать чтобы не повторить так это же правильно что он несет не сказать такое же повторка за все хорошо покупает анси вангвард так йоу дальше тут тусуется на карте значит пришел снизу стартин визе хочется мужчины хочет фурион штуки пануть это нормальный план но триксе и все понимаешь что что-то неладно и уходит слайна оставляет там только пеньков доп фарм бзз вот у господина стартара появляется уже вангвард и это довольно таки мой минуте на 6 это полный попец я бы сказал команды фнатик потому что во первых это буст пхп во вторых это атаки ни у кого нет такой сильный чтобы пробивать вангвард 40 дэмэджа который он блочит это очень-очень много да да спасибо что согласился пожалуйста и первый по крифтат у нас уже бзз-эра занимает вторую позицию седой седой седого должен быть уже souring в принципе он скоро будет с память просто-напросто цент санцестра спиритом повесил строк 37 ульт теперь есть vision он стоп все знают кого перемещается фурион эффекта внезапности не будет ел опять пришел мешать бзз с какой целью бзз делает тп на топ и что будут пытаться здесь кого-то цепануть да он летит просто на спринте пытается кого-то догнать возможно будут забирать эру по минус армором эра пытается уползти заят чек леру вешается минус армор есть vision подтянется ли остальная команда или нет стан эра 1 . 2 залез крипа вылез но дальше не пошел бы за и будут убивать здесь fly ну бз под афотик щелдом ему абсолютно по фигу почему он не идет дальше только вопрос да ладно хани уже строго лами прилетает просто-напросто наверх и уходят оттуда раксы ну и бзз не хватает просто-напросто птшки очень мало дэмэджа все таки от него вообще пока исходит да у него много блок дэмэджа убить его трудно но и он наносит немного на самом деле не знаю команда не пошла почему-то поддержать его столь трудный час для эры хани взлетает седо будет цеплять на сирена тем временем забирает на ботами йо да и сейчас уже ситуация не самоладу журоксов но пасет firefly совсем скоро заканчивается габло пытается сделать тычку сейчас все повезут каблака везут каблака дежера будет пиваться так стан отменил бы зэзэ бочечка иван по двоим очищно дэмэджа баха не сейчас просто-напросто можно убивать его здесь ну догонит никуда не денется хани ай-яй-яй да как же он выживает-то 5 секунд а файрфлай 5 секунд может успеть нет здесь еще можно будет спануть трикси есть вижен эра бежит так трикси сейчас пойдут нормальные ты пули закрывается стан есть вижен тут же прячут эру пока что 33 счет но и уходит не стали не стали эру забирать есть не на рейдж поэтому даст лордар конечно с вангвардом под абадоном это просто-напросто нечто непробиваемое вот оседоте временем стоит снизу против флая флай почти что получил уже свой 6 левел это на самом деле очень важный момент герой становится намного сильнее да 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 миль ярчики это два дополнительных контроль с пыла можно сказать если грамотно реализовать чтобы потихонечку к пт-шечки приблизился осталось буквально пару крепочков формануть машет своей булавой тут так эра получает минус армора ему тоже становится неприятно любые тычки залетают очень очень больно а бзз не особо его боится за счет уангварда ты посмотри как ряд отрезает сейчас включает рейдшер и приходится уходить пт сейчас приобретет все бзз а он пошел удавить до конца минус армор припас заставил залезть не получилось нанести дэмэдж инфестом здесь койлом сразу подхили нужно забежать купить пт не знаю почему бы за этого не делает ну да ладно седой есть арканчики и вот здесь хани с фамильярами пытаются выехать на резолюшена но мне кажется вдвоем они его не смогут схарасить хотя они даггера я думаю резолюшена вообще не получится убить все таки резолюшен может спокойно спрятать в астрал сам обезопасить себя от этого а вот прилетает трикси тут же к закрывает есть сейф тп хани цеплять резолюшена увозят прилетают здесь тычки пытается уйти ага спрятал себя в астрал бэйн ждет как тут засейвить слип на хани выходит резолюшна резолюшна все-таки погибает ел пытается спастись ну и что тут пытаются нагнать флая флай получает ультимейт с лордара есть вижен появляется пт-шку база связка толстых героев не знаю как их останавливать так база за мидас появляется у трикси мы смотрим продолжение но тейл пятый уровень почти шестой скоро появится слип вот слип маленько попортит жизнь конечно рак сам все-таки инициация будет уже не такая можно остановить ее в любой секунд слипом начинает падать товар на топе так астрал спирит шугая здесь крип очков и флая крипом откусила нормально пол товара сгрыз база сни пол от пол товара и продолжаем но ты находится в лесу экспу не получаетесь команда 5 находится на топе все-таки хотят забрать этот товар и забирают правда дают его крипом к сожалению разменивается товар в медле тут дать сон харассить тп от база вниз находится под щитком он и ситрикси успеет повесить армор вешает армор прожирает путь трикси вряд ли отсюда квад уйдет минус стан минус трикси отличная игра от бзз 4 4 становится счет кстати 13 минут на цель что там по графикам такой тут габлака пытаются спонуть седой воу воу бейн брейнца очень красный был габлакой лом добивает цепляют здесь резолюшен опять не успевает немного резолюшена он хорошо выдохнули то здесь теперь к облаку надо успеть повесить щит или койл успевает заселить есть койл щиток но нет габлак скорее все тоже погибает габлака сожрали ел тоже может умереть есть сеточка ел брейн а здесь не проходит стан ульт фури очень много времени заходит поэри и бзз по сути очень сложно убить здесь придает фурион но понятное дело тяжело работать просто-напросто с лордаром которого вангвард слип 1400 голды опять слип не вас там у него есть спринт но сетка нутейла может здесь порешать залетает сюда габлак дает койл можно теперь цеплять на развороте я так понимаю и включается спринт закрывает должен прожрать себе путь прожирает бзз трикси огромные проблемы в очередной раз стан минус трикси флай украл ну спит но это не спасло его тиммейта там тем временем кстати бэтрайдер убил седова в кустах да и старт арт просто-напросто не прощает он ездит и убивает хорошо 1800 до даггер остается совсем чуть-чуть скоро начнет инициировать опять в толпу 86 впереди фнатик по золоту все на нуле по xp также там такие качели нереальные хани взлетает через восемь секунд лассо у резолюшина есть мека начинает падать а варф миллиард пытается погрызаться не получается уёла ультимейт через 9 секунд можно кого-то цепануть как транквил да вот сейчас уже не так ярко выражено преимущество на 15 минуте как в прошлой игре они в смоке с даггером вот это сейчас может быть сюрпризом но как я и сказал опять я говорю выключенный микрофон это не очень хорошо тахани врывается у нас здесь на резолюши огромные проблемы нужно сливы хорошее новую луна умирает габлак проблемы пятого не от шестого нет ультимейтивных способностей он тоже умрет здесь бэйн бэйн тоже умирает но забирает собой визажат довольно таки неплохо но не было здесь лордара не было до нах сужен быть лип есть лип у 3 все огромные проблемы если так кто-то еще плетит хотя тут и никого не надо просто 2287 хотя седой скорее всего тоже погибнет пытался топнуть не зашло это 4 в 2 драка не в пользу рок скис даггер появляется огромный косяк огромный косяк от с лордара то что не было тпшки здесь хотя я уверен не было кулдаун у него нужно было здесь просто драться с лордаром с лордар должен участвовать в каждом займе сейчас потому что сейчас это герой который один может драться против троих и он скорее всего будет победителем до 1400 хп вангвард одиннадцатый уровень кстати у него есть второй уровень ультимейта дает нереальное преимущество в драках сейчас вот я еще хотел отметить то что как я сказал вначале считая все таки что при равной игре преимущество за роксами потому что пик у них по моему мнению намного лучше чем у фнатиков лордар возможно сейчас найдет флай если он найдет флай находит флай минус армон тут будет сетка хотя подходит резолюшн должен приятки нотейла флай скопытился залетает все бэтрайдер цепляет бзз увозит он нотел должен погибать нету слипа а и как же далеко так и бзз должен должен прогрызать себе путь не него подождется когда даггера не то дерево он съел немного его счет и толкают фамильяры могут очень долго сбивать даггер вот и вот решил спрятать резолюшн чтобы даггер откатился и уходит отсюда вза прилетает к нему ты пашечка ну что забрали одного героя неплохо стать фуриона там щемит постоянно несмотря на это у нее есть мидас пт но это 17 минута не сказать что топовый затар можно попробовать сейчас как-то забрать вышку на миде у бзз достаточно маны хп всего чтобы подраться еще раз так я слышу что nike в кого-то залез на лесом в хане они с дайкером будет инициировать наверное проблему резолюшна появляются резолюшна выталкивают так стандартам можно убивать тут его но тут слип и от не дай мне нету вот чуть ли бразда так проблему седого сейчас большие тут хани с вместе с наиксом в секунду убивает седого нет успевает подсэйвить габлак все равно седой слип слипается по ел еще урна висит седой как же долго он живет тут же слип отличный проходит по эре да он еще живой уходит тычки летят по наикс очень больно по минус армору но здесь уже минус лордар и минус седой отсюда надо скорее всего бежать у елова тоже огромный проблем его гонят фамильяры минус армор повесили три часа на вас ест ешь фамильяра давай и динается динается бэйн тоже неплохо отличная работа но это минус 3 в ноль вот это печально да да плохой очень плохой размен для роксов как-то очень странно проходил замес да и уже 4000 преимущество почти у фнатик они идут на рошан на рошан под медалькой и рептайдом может быстро насыпаться работает же рептайд на рошана да почему-то на его не дает а нет стоп он не работает но в любом случае тут у рошана большие проблемы шан плане рошана просела должны как-то зачекать вот сюда идет астрал спирит не доходит соответственно не за чек или рошана бэтрайдер в инвизе порхает прекрасно может инициировать бзз залетает за игра отличный стан здесь надо быстро забрать кого-либо бэтрайдер должен цеплять бзз щиточка нет чтобы у габлака чтобы сбить это эра забирает аегис будет сейчас вгрызаться в габлака опять вырезали бзз он погрызает все путь но это займет очень много времени габлак включает ультимейт отхиливать эра подбину с армором как больно ему даже от того же абадона мека не успевает к сожалению немного так здесь попытка цепануть трикси пытается улететь не получается за приходит стан от фамильяра . от резолюшина погибает ультимейту резолюшина нет пытается забрать нотелла под минус армором забирают нотелла 2 в 2 пока драка бзз живой эра саегис да ладно зажали бы здесь 100 эра подставляется и можно было убивать здесь но нет мы за все-таки решил решить его трудились попробовать тут три стака на нем дайдер дагер есть дайдер хорошо через три секунды будет спринт и скорее всего идет здесь бзз на включать хотя уже четыре сторона опыта и т.п. развороте кидать на эру должен быть щиток щиток снимает стики запрыгивает будет то циклы стеру 1 миллиард сел бы за за огромные проблемы кайлом выхили на развороте визы дает рассказ минус бзз сюда же подлетает резолюшин спрятал одного в астроп подходит габлак эра делает и паут хани скорее всего погибает дохани сми райт но и байк и лошара сделать глаза стадо кстати это не пришлось не самый лучший вариант наверное был делать байбэк драки как таковой не намечалось больше до жаль не выбили конечно я сейчас из лайфстилера был он очень долгое время на лох и п 1219 уже за 7000 перевалил преимущество у фнатиков да 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 надо подсобраться как-то ребятам за рук скис что будут пытаться забрать tower да начинает падать tower не из фортификейшн сложа даже забирает tower надо отработать это байбэк for stuff появляется у хани мобильные сволочь вы хани довольно много артефактов уже очень мобильный может вытягивать далеко с лордара мы видим большие проблемы с этим если драки проходятся где неровные локации постоянные у кого-то затаскивают на рашане это уже было два раза что отправляются сносить ты один на ботами вот тут уже фнатики должны дефить то что косарь отыграли ребята всегда дать еще пару товаров это вырисуется в проблему не стоит забывать что там есть фурион который начинает собирать некров я так понимаю они у него уже фактически есть пусть и первого уровня но все же запрыгивает спрят резолюшна не успевает повесить шток только койл резолюшн получает очень много дэмэджа прячет себя bzz находится в спрутах стан но тэйл огромный проблем падает под браздон но тело склеили эра эра сейчас и где же ульта бзз до заживания тавра просто-напросто сидой тоже проблему и брать его загружать ну почему дерутся здесь раксы и зачем именно тут он нужен замес и уже счет 1322 преимущество растет очень сложно умирает фнатиков умирает еще и ел пытается но вряд ли получится это не сделать спасся только габлак как сказать спаса скажем так просто убежал унес за собой гем ну вот к сожалению нету с лордара сейчас бкб и неприятно конечно получается очень неприятно получилось что две тычки последние товара с лордар вангвардом не заблочил и связи с этим просто-напросто умер он от товара это довольно печально до продолжают снатики набирать преимущество до сих пор не смогли дропнуть аегис найк сам 708 идет на x в уэра полегче это больно надо по трейдеру что-то я бы трейдеру тут уже ничего не надо бы трейдера все отлично залез с него на экс это инфест и будут искать кого-то кого можно цепануть в инвизи находится трейдер первые никры появляются у фуриона и как же рак сам сейчас надо что-то сотворить непонятное нужно срочно бкб с лордару чтобы в файтах находиться до форстаф еще нужен дады для мобильности у д постоянно цепляют постоянный вот цепляет они засветил сейчас на лайне седой скорее всего сейчас отправиться в таверну или нет кончается инвиз они не знаю почему не стал цеплять наверное побоялся и там намечается драка габлак агрессирует пытаются фамильяры тут же делает тп сюда мэтрайдер запрыгивает цепляет габлака нету просто под опен ваунсами габлаку лучше включить ультимейт включать ультимейт габлак эра и выйдет стан тут же ёлл пытается расставаться сбивают ёлл ультимейт бзз пытается отсюда спастись цепляет его после щитка уже минус бзз драться здесь банально больше некому сейчас будет погибать наверное минус габлак дропует гем елл пытается уйти но вряд ли это получится седой пошли стаки много дэмэджи залетает елтайс кого-то усыпить усыпил бэтрайдера и начинает грызаться сетки избивают тп рассказ от визажа в ела минус седой это опять минус 4 резолюшен единственный живой фармит сейчас крепочков г.г.п. и эра уже год лайк и да просто-напросто пишет габлак г.г. решили не продолжить эту игру но действительно слишком много проиграли замесов чтобы просто-напросто что-то попробовать сделать в этой игре я думаю 11 сейчас разочаровался немножко габлак в слордаре бзз потому что начало было просто-напросто отлично но потом к сожалению начал он умирать фармить часто да там где не нужно фармить и потом там где не нужно опять же умирать что ж мы уходим на совсем небольшую паузу после которой опять к вам ворвемся 3 решающая игра никуда не расходитесь 11 фнати крок скис впереди очень ответственный матч